В Алматы врачи начали отмечать свой профессиональный праздник хирургов, медсестер, санитаров и всех, кто работает в этой сфере, поздравил Аким города Ахмеджан Есимов. Лучшие сотрудники получили от главы города специальные награды. Они делают успехи. В мегаполисе врачи все чаще начали использовать новые технологии. Так наши хирурги провели уникальную операцию и восстановили руку пациента. Врачи обещают широкое применение этого опыта, чтобы после различных травм больные могли снова свободно двигаться. Этим занимается новый центр микрохирургии, где уже провели несколько уникальных операций и все успешно. Является ли Алматы лидером по медицинскому обслуживанию населения в республике? Такой вопрос сегодняшнего дня и к этой минуте. 78% наших зрителей ответили «да» и всего 32% сказали «нет». Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию Манаса Рамазанова. Это заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы. Вы можете присоединиться к нашей беседе в прямом эфире. А пока вы готовите вопросы, все вместе мы посмотрим сюжет наших корреспондентов на эту тему. Празднование дня медицинского работника началось с торжественного поздравления главы города Ахмеджана Есимова. Здравоохранение Алматы на сегодня эффективно развито и представляет из себя многопрофильную и многофункциональную систему. В результате слаженной работы сотрудников медицинской службы в мегаполисе значительно улучшилось качество жизни горожан. Вырос уровень рождаемости и стабильно снижается общая смертность. В системе здравоохранения нашего города трудится свыше 30 тысяч медицинских работ. Это каждый пятый врач страны и каждая одиннадцатая медсестра. Ежегодно успешно проводится свыше 50 тысячи сложнейших карлики революционных операций. В том числе в 2000 на открытом сердце сохраняется стабильно высокий уровень рождаемости. Почетные грамоты и нагрудные знаки от главы города получили лучшие сотрудники в области медицины. Также управлением здравоохранения были определены победители в различных номинациях. Например, прорывом года стал Владимир Мутагиров, молодой врач городской клинической больницы номер 7. По специальности анестезиолог и реаниматолог. Он является автором более 30 научных работ. Чтобы стать настоящим врачом и получить награду от Акима, студентам медвузов нужно посвятить учебе 10 лет. А потом их ждут годы практики. Потому что я понимаю, что это мое призвание. Мы, студенты нашего университета, понимаем то, что за нами здоровье поколения, здоровье населения нашей республики. То есть это все в наших руках. Мы все хотим внести большой вклад в развитие нашего здравоохранения. Чтобы наши граждане были здоровыми. В семье доктора Абдулаева почти все медики. Врачи высшей категории. Осваивать профессию Марат Шадыбаевич начал еще в седьмом классе, когда на летних каникулах пришел подрабатывать санитаром. С тех пор любовь к врачеванию лишь росла. Вот уже 34 года, как доктор Абдулаев трудится хирургом. И практически ежедневно спасает жизнь у людей. В городе Алмате, как нигде в других регионах, очень много сделано для развития системы здравоохранения. Сколько было построено учреждений здравоохранения, сколько было введено новых зданий, для того, чтобы помощь максимально приблизить к людям. За последние четыре года в мегаполисе введено в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения. Таких темпов строительства в истории города никогда не было. С 2012 года объем финансирования в этой области возрос на 20% и составил порядка 57 миллиардов тенге. В этом году из местного бюджета управлению здравоохранения дополнительно выделят 1 миллиард тенге. Из них 350 миллионов пойдут на строительство общежития. Остальные в качестве различных поощрений в течение года получат лучшие медработники города.